И да, я знаю, что это был не арбалет, а баллиста. Ну да ладно, принцип один и тот же. А также здравствуйте. Да, я решил не тянуть с этим эпизодом, потому что он мне очень нравится в плане боев. И да, давайте приступим к этому. Еще я хотел бы отметить, что... Просто... Замечание. Если с предыдущего уровня пойти сразу же, не с чистым стартом, да, то у нас будет 200 единиц картечи, и нам не нужны будут эти боеприпасы. Так что чистый старт немножко усложняет этот момент. Но, не очень, потому что мы уходим, нас здесь встречают, но мы их проигнорируем. Подождем, пока здесь засполнится танк. Отправим его обратно. И поднимемся сюда за секретной пушкой. Чтобы сбить вот этот вертолет, давайте прицелимся. Прекрасно. Теперь займемся ребятами внизу. Благо, отсюда это гораздо проще. Я люблю местную боевую музыку. Она прям эпическая. Здесь за вот этими, не знаю чем, прячутся боеприпасы. Это не секрет, но они призывают вот этих футболистов. Которых мы тоже убьем, потому что почему бы и нет. Также здесь есть вот такой вот токсичный бассейн, где плавают акулы. И с помощью вот этих вентилей мы можем спустить в воду. И что же мы там увидим? Акул? Нет, ничего. Просто обычные плавники. Ну и здоровье, конечно же. Подбираем гранатомет. Наконец-таки, если мы пройдем дальше, то начнется бой. Достаточно продолжительный. Но мы возьмем для этого транспорт, который лежит вон там. Что-то не так. Ах да, я забыл пропуск предъявить. Держи. И да, это последний секрет на этом уровне. Слово, машина вот этого призывает пятерых биомехов. Ну и сразу же начинается тот бой, который начался бы, если бы мы просто прошли дальше. После подбора гранатомета. Сейчас становится чуть сложнее, чтобы, я полагаю, сбалансировать наличие транспорта у нас. Но, тем не менее, не то, чтобы это у них хорошо получается. С другой стороны, этот бой даже с этим транспортом довольно веселый. Тут очень много всего происходит. И просто весело маневрировать между ними. Расстреливать. Вот еще такую эпичную музыку. Аправа очень хорошая, по крайней мере. Мне она очень нравится. Этих летучек бы еще избавиться как-нибудь. Мы до них достреляемся, так или иначе. Ну, почти. Вот еще вот в поддержку вот такие пушки есть. Если вдруг вы не нашли автомобиль вот этот. Или не додумались предъявить пропуск. Они помогают немножко. Вот это вот все равно самый простой вариант и самый эффективный. Особенно против вот этих летающих нонсенсов. Так же вот здесь вот есть эти пушки. Может, дальше будет только продолжиться. Так же появляются такие же пушки, но только враждебные. И с помощью наших таких же уничтожать их это то еще развлечение. Поэтому хорошо, что у нас есть. Это машинка. Этот ховер. Вспомнил наконец, как он называется. Трана музыка все еще играет. Ну ладно, неважно. Для этого уровня освободить вот этих вот ребят. Это вот первые. Там еще будет пара тюрем с ними. И они обе находятся вот здесь. Транное расположение для пушки, я знаю. Вообще, может показаться, что ховер делает этот бой слишком легким и так далее. Но менее веселым он не становится. Как бы объективно. Ну это весело, я не знаю, по крайней мере для меня. Вот. Ну и при желании, опять же, можно просто не брать эту машинку и все. И спокойно выделываться перед друзьями, типа, вот я прошел 31 уровень, серьезно, не используя секретную машинку. Я такой классный. Мне все равно, я не парюсь. У меня нет цели кому-то что-то доказывать. Зажимать противников на спаунах всегда весело. Ну этот бой вполне себе решабельный и на ногах без использования ховера. Просто он так пробегается веселее, на мой взгляд. В принципе, для этих скелетов можно было его даже не использовать. Ну да ладно. Последние ребята освободившиеся и... Знаете что? Я, наверное, продолжу без ховера. Надо же выгулить наш гранатометик. Ну и вообще, все любят Сэма за пехотную часть геймплея. По факту только она и была в классике, поэтому... Так, все секреты на месте, славненько. Здесь будет несколько волн скелетов, орков и танков. Так что, возможно, мы даже здесь сможем выгулить пушку. Секретную. Из которой мы всего распыльнули. По-моему. Ну да. Так, время для ямер. Опять же, сюда можно загнать ховер, он даже поместится, если там... Если не париться насчет этого. Мне просто нравится этот бой, он... Не знаю почему. Вроде просто коридор, но как-то... Оно как-то работает, я не знаю. Это чисто... Какие-то тактильные ощущения. О, миниган. Все мы знаем, когда игра нам дает миниган. Особенно Сириус Сэм дает миниган. Начнется что-то эпическое. Поэтому уберем его и готовимся... К тому, что уровень закончится. Да. Ладно, решение немножко. Мне кажется, они здесь хотели уровень продолжить, но по каким-то причинам его именно здесь обрезали, а миниган оставили. Вот. Ну вот, как бы... Без разницы, ничего против не имею. Но мы гарантированно получим его на следующем уровне. Я надеюсь, что чистый старт этого не изменит. Тем не менее, да. Я... Мне очень нравится именно этот эпизод. Он эстетически хорошо очень выдержан. Плюс здесь есть мой любимый тип уровня. Именно моя любимая тематика. Именно зимняя. Вот. И... Визуально, опять же, ничего особенного. Но эстетически он выдержан прям вот... Прям отлично. То есть, это прям такие строгие военные базы там на луне. Сириуса, наверное. Я не помню историю, если честно. Вот. Тем не менее, бои здесь очень веселый. Уровень... И вот уровень сам по себе, как он построен, но она как бои в нем построены. Вот мы 9,5 минуты играли. А такое чувство, что я буквально там 2-3 минуты побегал, пострелял, там кайф, весело, все очень быстро прошло и... Отлично сделало. Мне... Мне очень нравится этот уровень. Следующий. И, насколько я помню, тоже довольно классный. Вот. Ну и зимний. У них есть, конечно, свои особенности для разнообразия геймплея, но мне кажется, они очень даже удачные. По крайней мере, все, что угодно лучше, чем... темные подземелья с обезьянами, что прыгают по... колоннам. Ну, вы все в курсе о чем я. Да. Тем не менее, я очень жду следующего эпизода. И... Да. Точнее, следующего уровня в этом эпизоде. Не важно, я уж заговариваюсь. Тем не менее, все. Спасибо большое за просмотр. И... Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok